6 июня в Зелёном театре парка имени Горького состоится первый концерт группы «Зверь». Почему первый? Я сейчас объясню визеру группы. Рома «Зверь» у нас в гостях. Приветствую, Рома. Я, Ром, сразу интригу насчёт первого. Мне так сказали, что это первый концерт, который «Звери» делают без промоутера. Ну, да, да, это первый концерт. Значит, стало бы это действительно первый. А почему такое решение? Ну, просто собралась какая-то новая команда, я хочу посмотреть, как они справятся с этим заданием. Новая команда? А мне казалось, что наоборот, вы со старыми сейчас, нет? Нет, я набрал новую команду, не музыкантов, а менеджментов. Ага, так. Хочу посмотреть, как они справятся с этим. Ну, смотрите, вы прямо вот делаете всё. Вы, как режиссёр, снимаете клип. В этом же клипе играете как актёр. Я хочу заполнить собой всё. А почему такое стремление? Это любопытство просто, наверное, природное любопытство. Знаете, есть такая присказка «Любопытство сгубило кошку». Это я так подвожусь просто к нашей традиции. У нас есть традиция, мы пристраиваем приютских котов и кошек зрителям, поклонникам группы «Зверь». Зверь поклонникам группы. Это кто у нас? Феликс. Это у нас Феликс. Феликс, да. Он, как я говорю, прошёл предпорядоченную подготовку, там, кастрированный. Он же кастрирован? Да, кастрирован, вымыт, готов, в общем... Хороший. ...к жизни счастливой. У вас были когда-нибудь животные? Недолго был кот, мы его отдали, потому что он был какой-то породы странной, ориентал, он был как собака, и не давал вообще ни минуты тебе покоя отдохнуть. Мы поняли, что мы не можем так, и отдали его. Я с утра, перед началом эфира, начал просматривать все интервью ваши, читать публикацию, и, по-моему, из самой большой такой вот, условно говоря, лажи, которую я узнал, это журналистская выдумка про то, что у вас был осёт. Да, я сам знаю эту историю. В авторе. Я его съел перед отъездом в Москву, да. Это просто... Я позавидовал полёту фантазии. Вот людей надо привлекать, вот креатив. Я учился на их теолога, и у меня в аквариуме жил осётр, там, по имени. Ну, кстати, не на ровном месте взялось, потому что вы ведь рыбачите, я так понимаю, с удовольствием. Да, с большим удовольствием, да. Мне от отца передалось, наверное, генным каким-то. А когда первый вот рыбацкий опыт? Это со скольки лет вы? Ну, лет, наверное, с шести, с шести... Пять, может быть, но я не помню этот возраст. Может быть, шесть-семь лет, когда я помню. А в чём вообще вот кайф рыбалки? Кайф в однозадачности мысли и действия. Так. Однозадачность помогает тебе расслабиться и удалить лишние мысли из головы. То есть ты увлечён именно вот... Вот именно охота – это другое. Ты убиваешь животное, ты следишь. А так не убиваешь там этого, тунца несчастного? Ну, у большинства рыб нет там нервных окончаний, скажем так. Да! Некоторые рыбы не чувствуют боли. Серьёзно? Да, да. Я не знал, кстати. И дело в том, что соревнования с рыбой... Рыбу можно отпустить. Это спортивная рыбалка. Я отпускаю рыбу, которая мне не нужна, которую я не съем. А убив кабана, я его не могу отпустить. Это да. Понимаете? А вы готовите сами то, что... Я готовлю, да. Я хорошо готовлю. Я путешествую, поэтому питаюсь в разных местах мира. Что-то мне нравится. Если что-то очень нравится, я пытаюсь это приготовить дома, но не всегда получается, потому что продукты, конечно же, не те, и одно за другое, но пытаюсь. А вот вы какого рода творец? То есть вы сочиняете... То есть я к чему подвожу? Вы можете вот сидеть... Вы как? Вы со спиннингом, да? На рыбалке? Да, рыбалке. Несмотря какая морская, речная. Да. Спиннинг, удочка. Вот вы сидите, да, с гаджетом. Да. С удочкой или со спиннингом. Вот вы говорите однозадачность. Вы в этот момент вас не может вдохновение посетить, что-то, какая-то идея? То есть вы полностью отключаете? Да, я полностью, да, вот нахожусь вот в этом взаимодействии с природой и пытаюсь из воды поймать, не видя, что там, достать что-то. Вот в этом же интерес, очень интересно. Ты же не видишь, что ты ловишь. Там что-то дернуло, ты вытаскиваешь. Это момент, когда ты вытаскиваешь, понимаешь, что там за порода рыбы. Ну, ты примерно можешь представить, конечно, но это же может быть все что угодно. И иногда случаются очень странные такие совпадения, все эти байки рыбацкие, когда ты тащишь щуку, а еще больше щука ест там и так далее. На вас какие-нибудь бывали случаи такие, которые на байку тянут? Нет, ну я просто там леща поймал на блесну, а это практически невозможно. Ну, такие бывают катаклизмы небольшие в рыбоводстве. А странно, при этом вот эта тема, да, ну, там, рыбалки, океана, воды, она вот в творчестве, так скажем, ну, не доминирует. Ну, это же другое как раз. Ну, а как это? То есть это абсолютно параллельные вещи? Да, параллельные, они не пересекаются и существуют отдельно друг от друга. А в Таганроге ведь там Азов, да? Это Таганрогский залив, да, Дон впадает в Азовское море, образуя Таганрогский залив. Он пресный, достаточно мелкий, поэтому летом цветет и пахнется. Поэтому там лет 20 назад было очень много рыбы, но сейчас этот залив еще больше обмелел. То есть это как лиман, да? Да, это больше залив лиман. Вот про Таганрог мне очень интересно. Для очень многих наших с вами сограждан Таганрог теперь ассоциируется с героем из нашей раши в исполнении Светлаков. Что имеется в виду там каждый раз подводка. Я не знаю, вы смотрите, вы знаете о чем я говорю? Да, я видел, да. Ну, там наша раша, Таганрог, Челябинск. Да, и вот Таганрог так все время подается как город, в котором невозможно жить. Город ужасной экологии, каких-то опустившихся алкоголиков, которые разговаривают с телевизором. Не обидно? Мне нет. Нет? Ну, это же аллегория. Художественный образ. Это же какой-то художественный образ какой-то. А когда вы последний раз были в родном городе? Я давно был, лет года три назад, может быть. С концертами? Нет, я с концертами лет семь уже, восемь, а то и девять там не был. Я с концертами не хочу туда приезжать. Ну, там несколько есть причин. Вот. Но просто какая-то такая история, не знаю, почему-то вот с Таганрогом. Я не очень люблю Таганрог, как бы, по сути, из-за его лени, из-за его вот чеховской скуки. Потому что все чеховские рассказы, они основаны именно на жителях Таганрога, которые там жили. Вот. И, к сожалению, особо ничего не меняется. Там те же персонажи бродят по улицам. Да, да, да. И мне не очень хочется приезжать туда и расстраиваться, потому что я приезжаю туда, и через два дня мне начинается депрессия. Понимаю. Ну вот про Москву вы в одном из интервью говорили, что это жесткий город. Мне, как вот коренного москвичу, вот сложно понять, что... Это часто говорят, что вот Москва там, ну, слезам не верит, Москва бьет с мыска там. Вот в чем жесткость? Объясните, как вы ее ощущали? Это в отношениях с людьми или это какая-то энергетика вот города? Это энергетика города большого, да. Я когда приехал в Москву, у меня, конечно, из маленького провинциального города приехал в такой большой город. Меня, конечно, поразило то, что все занимаются своими делами, и никто никому не нужен. Это какое-то равнодушие, все бегут, там, у кого-нибудь что-нибудь спросишь, никто не знает, потому что все в основном приезжие, и все бегают, чего-то делают, суетятся. Люди приезжают за мечтой, потом эта мечта исчезает, потому что им нужно работать и зарабатывать. У них появляется уже не мечта, а цель заработать деньги, они забывают о своей мечте, начинают жить в этой Москве, мучатся, ради чего непонятно. И вот этот такой клубок огромный, вот такого мегаполиса, он, конечно... Вот я сейчас песню просто услышал. Рома, я услышал, сейчас просто песня, она не зарифмована, но, в принципе, по концепции абсолютно ощущается. А любите в Москве выступать или нет? Вот если мы поговорим про шестое число, вы ждете этого концерта? Я понимаю, что такой достаточно банальный вопрос, но тем не менее. Ну, дело в том, что мы в Москве последние, ну, даже не последние, а всегда играли в закрытых пространствах, там, будь то олимпийские или там клубы какие-нибудь от больших до маленьких. На открытом воздухе мы не играли, так, даже на дне города, мы, кажется, не играли в Москве ни разу. Поэтому мне очень хочется сыграть летний концерт на открытом воздухе, чтобы было весело, хорошо, чтобы не было дождя. Я жду этот концерт. Мне московская публика нравится, но она все равно настолько разная, потому что огромное количество людей живут в Москве из разных городов, из всей страны приезжают. И публика здесь, она, конечно, такая, такая сублимированная из всей страны. Она очень странная, потому что в Санкт-Петербурге монолитная, однородная, понятная. То есть вы чувствуете, да, разницу в аудитории? Конечно, да. На севере люди немного медленнее, на юге немного быстрее, пестрее, скажем так. В средней полосе, наоборот, спокойнее. Сибиряки, они еще одни. Дальний Восток, Владивосток, вообще отдельный город. Они там ходят и считают, что Владивосток – это центр мира, они очень гордятся. Ну, большая страна, и все по-разному живут, и это видно. Это, я так понимаю, что концерт будет завершающим? Вот вы с февраля, да, начали этот тур? Да, мы в феврале начали тур, нового альбома, да. Выпустили новый альбом, в конце года так получилось. Обычно мы выпускали весной альбомы все, а этот как-то так мы захотели перед Новым годом выпустить, потому что давно не выпускали, и он был готов, мы решили его в декабре выпустить. И вот этот тур, он в поддержку этого альбома. Мы закрываем весенний тур, потому что потом будет осенний тур в поддержку, опять же, альбома. Но это уже будут другие страны и другие города. Ну, вы и летом, насколько я понимаю, у вас какой-то такой курортный маршрут лет у меня есть. Ну, там три города на юге. Ну, зато каких три города? На каком юге? Я просто очень давно не был в этих городах на концертах, лет восемь назад мы были. А что там, Геленджик? Сочи. Сочи, да. И Анапа, да, кажется, что-то такое. Мы там не были лет восемь, я просто вспоминаю эти гастроли. Сейчас вообще все Черноморское, конечно, в большей степени последний год ассоциируется с Крымом. А в Крыму давно вы были? Я в Крыму был два года, или год, нет, два, уже два. С концертами? Нет, с концертами мы не были там очень-очень давно, потому что концертная деятельность в Крыму была в упадке. И, ну, там, не знаю, вот мы приезжали в Киев, играли спокойно концерт. Могли в Одессу, приехать в Николаев, в Донецк, в Харьков, в Днепропетровск, в Запорожье. А Крым, вот, в Крыму мы никогда не играли, потому что там нет промоутеров, там нет звука. Мы один раз играли в Крыму, в Ялт, в Севастополе. Мы приехали на площадку, и нам не привезли звук, порталы. То есть пришли люди, купившие билеты. То есть это был ужас, конечно. Но после этого вообще в Крыму не играли никогда, потому что там просто нет людей, которые могут просто организовать концерт до 100. Вы знаете, вот, крымский вообще вопрос, очень, вот, вашу рок-тусовку. Я знаю, что вы там не причисляете себя прямо, вот, не считаете, что вы составная рок-тусовки, что вы несколько себя позиционируете как звери такие отдельно. Но, тем не менее, очень расколол. Вас это огорчает или вам это никак? Я особого раскола не вижу. Дело в том, что... Разные позиции занимают и озвучивают музыканты? Так, разные позиции и такси мы имеем. У нас, что до Крыма были разные позиции музыкантов, что сейчас. Просто кто-то озвучивает их, а кто-то не озвучивает. А вы не озвучиваете? Я никогда о них не озвучивал, потому что я человек, который выходит на сцену и поет песни. В первую очередь. Я же не политик, я же не общественный деятель. А в коллективе вы все единомышленники? Нет, мы разные. По-разному, да, смотрите? Да. Но это не мешает вам работать. Иногда мешает, иногда мешает, но мы находим компромисс. Иногда мешает, потому что все взрослые люди уже, у всех свои, какое-то видение творчества, своего места в коллективе «Звери». Все амбициозные, потому что профессиональные, хорошие музыканты, это, к сожалению, в нашей стране, ну, не так часто распространено, скажем так. Почему? Нет школы? Нет культуры. Нет школы. Есть там гнесинка, джазовое отделение какое-нибудь, есть там хоровое, народники, есть там еще что-то, а как-то рок-школ вообще музыкальной индустрии, там, звукорежиссеров, там, техников, их же нигде не воспроизводят, их же не учат, там, люди едут, там, в Беркли учиться, там, через интернет, там, что-то, ну, какое-то все, вот, просто нет культуры. А вот вы сказали про полемику. Я не очень вообще представляю себе, ну, вот, со стороны, да, знаю, весь анамнез группы «Звери», какая может быть полемика, потому что вы ведь наверняка там диктатор, да, вот, потому что что такое группа «Звери»? Это рома «Зверь» и… И музыканты, да, с которыми я долго работаю. Они были разными на протяжении истории коллектива, но я же работаю с музыкантами и с людьми, которыми я нахожусь на одной сцене, мне нужно обязательно находить вообще язык. Могут спорить музыканты? Они могут? Говорят, Ром, ты не прав, ты вообще, ты вот, вообще не туда. Могут, но они этого не делают. Я не знаю, почему. Я, причем, сам проявляю инициативу, говорю, ребята, предлагайте, пожалуйста, поле открыто, вот, коробочка открыта, я приношу песню, думайте, предлагайте, чего. Ну, как-то так все… Есть какие-то интересные там бывают, но крайне редко, крайне, крайне редко. Ну, вы в команде, да, ну, по определению, как лидер, вы авторитет. А у вас есть, ну, скажем так, кумиры среди рок-музыкантов? Я не обязательно отечественных имею в виду. То есть есть люди, про которых вы думаете, я так не смогу, это здорово, и вот просто вот классно, нравится мне, что он делает? Ну, да, у меня есть такие музыканты, их много, там, мне очень нравится группа Sonic Youth, вот, Ким Гордон, как музыкант, даже не как музыкант, а как больше личности человека. Фредди Меркури, Мик Джаггер, не знаю, из отечественных рок-музыкантов мне, не знаю, Саша Васильев, очень близок. Кстати, мне вот показалось, что я в каких-то вещах зверей слышал такие интонации, которые сплин мне напоминали, и вот и риффы, мне кажется, те же самые. Нет? Заблуждайся. Ну, музыка, она же безлика. Ничего себе, сказал Рома Зверь, который является лицом. Нет, мы же не говорим о гармониях. Ну, да, да. Ну, музыка, на самом деле, для меня второстепенна, я не считаю, что, тем более у меня нет музыкального образования, я не считаю музыку чем-то таким выдающимся. Ну, не в том, что в смысле выдающимся, потому что, если нет человека, который создает это, да, если у человека нет характера и какого-то определенного четкого, понятного вектора, то какая разница, какие ноты? Это все равно будет никому неинтересно. Поэтому для меня, прежде всего, на первом месте стоит человек, именно человек, личность, а потом уже какие-то звуки, которые издают какие-то гитары, клавиши. Какая разница? Это же не так важно. Важно, что говорит человек и какой он. Вот в соцсетях вы, если ничего не изменилось с момента того интервью, о котором я говорю, вы представлены только в Инстаграме. Вас нет ни в Фейсбуке, ни в Твиттере, ни даже в ВКонтакте. Это от увлечения фотографии, я так понимаю? Да, да, только от увлечения фотографии. Я бы не заводил Инстаграм бы, на самом деле, но... Надо куда-то выкладывать. Я просто люблю фотографировать, я хочу делиться с людьми. С каких пор вы вот увлеклись фотографией? Ну, лет 6-8 назад, наверное. Наверное, 6-7 или 8. Ну, как-то просто появились хорошие фотоаппараты, а мне всегда хотелось иметь хороший фотоаппарат. А потом я участвую уже, так как я медийное лицо, в разных фотосессиях и знакомлюсь с разными фотографами. Они же фотографируют, я смотрю, как получается, какое качество, чего, как, кто работает. И все больше и больше увлекался этим. Ну, и в конце концов, вот, овладел всем этим. Вот вы режиссурой стали увлекаться. Это разные вообще вещи? То есть это ремесло режиссера и ремесло фотографа? Абсолютно разные. Там и там мы про картинку говорим, но это разные, да? Абсолютно разные. Фотография ближе к операторскому искусству. А вы разве за камерой не стоите, когда снимаете? Оператор стоит. То есть вы не подходите там, не смотрите, какой план? То есть вы заранее? Нет, я смотрю, нет, ну, когда там, ну, давайте широкий, снимем общий там, да, мы смотрим, я подхожу, смотрю, потом сажусь за плейбэк и смотрю, как чего. Просто у нас такая команда, что у нас даже оператор-звезда, поэтому туда лезть Сережа Трофимов. Я, кстати, знаю, что вы сейчас снова с Александром, с вашим продюсером первым, вы соединились, то есть такой рьюнин, да? Ну, мы, да, мы просто не работали долго вместе, как-то разошлись, просто Саша окончательно ушел в кино, из музыки. Да, и было, кстати, очень удачно, вообще говоря. Да, да, да. Я очень рад за него, что так все происходит. И просто в новом видео я еще играю, а это крайне тяжело и режиссировать, и играть. Я попросил его помочь мне снять это видео, проконтролировать, все ли нормально. Кто решает, на какую песню будет видео, и кто там будет сниматься, и что это будет за клип? Это все, опять же, ваше решение? Если говорить о коллективном творчестве с Войтинским, то мы вместе принимали решение всегда, потому что здесь даже трудно кого-то назвать режиссером, сценаристом или кастинг-директором. Мы все это делали вместе, и это какая-то уже неделимая такая. Мы пишем там Войтинский и Рома Зверь. А он как-то, мне кажется, вы расстались вот до момента какого-то, с Войтинскими, до момента вот взлета, или он все-таки застал? Нет, мы расстались как раз на волне, на пике, и мы начали расходиться, потому что мне перестало интересно быть вот это состояние там, вот то все. А ему тоже захотелось уйти в кино. Именно вот с этой горки вот так покатились в разные стороны. Хорошо, мы с горки скатываемся в коду, который у нас является вот такой игровой. Это игра в правду. Да, вы из этого мешочка должны достать, Рома, фишку наугад. И это желтая фишка. Положите ее обратно, кстати, чтобы... Да, и любую желтую карточку. Читайте вслух. Неловкий вопрос. Притворялся ли вы спящим? Притворялись ли вы спящим? Ну, это французская игра, наверное, подсрочная. А, поэтому, чтобы не уступать место в транспорте. Нет, я пытался как-то закрывать глаза, да, но было что-то такое. Это когда это было? Это когда вы последний раз были в общественном транспорте? В Конроге было, наверное, и то в каком-нибудь трамвае. Но я там ходил пешком. Да, наверное, нет. Но ситуацию, состояние, это я понимаю, когда хочется посидеть, а ты видишь пожилого человека, и тебе надо встать. И нехотя встаешь, но встаешь. Откровенно ответили. Вторую всего три будет. А, пять? А, три карточки. Голубая. Голубая, да, любую голубую, это вопрос на подумать. Вопрос на подумать. Вы и правда верите, что ваша карьера успешна? Я – да. То есть у вас никогда не возникало сомнение выбора на пути? Вы смотрите, вы могли бы там быть оператором, актером. Стоитем я мог бы быть. Вы даже говорили, что вы могли бы быть тунцом. Да, мог бы быть тунцом. На такой вопрос ответишь. Роба-зверь мог бы быть не зверем, а рыбой. Но стал Робой-зверью. Последний, Роман. Последняя фишка, последняя карточка. Опять голубая. Да, подумать вам везет. Были ли вы когда-нибудь тайно влюблены в лучшего друга? Друга, да нет. Любовь и дружба – разные вещи. О ком мы говорим? О девушке, девушка – друг. У меня практически таких нет. У меня есть пару девочек, друзей. Мне кажется, это разные вещи. Ну, вы дружите, вот и в Википедии написано, что вы дружите с Гай Германика. Вы же вместе работали. Да, Лера, я считаю именно другом. Да, поэтому влюбиться в друга, наверное, возможно. Но ты вообще любишь человека, с которым дружишь, по большому счету. Это немного другая любовь, но ты, конечно, его любишь. Нет, она не подразумевает какой-то эротический контекст все-таки. Ну, друзей, конечно, любить. Я своих друзей очень люблю. А вот про татуировку я хотел спросить. Кто это у вас вот на левой руке? Это моя супруга Марина. Когда и кто набил? Мастер санкт-петербургский, девочка. Вот она мастер по портретам. Зовут ее Валя Рябова. Вот я к ней в Санкт-Петербург приезжаю. Откуда вы про нее узнали? Кто-то посоветовал. Да я и видел работу. Это же сейчас несложно. А у Марины есть тату? Нет. А на другой стороне у вас что покажите? На другой? Ну, на другой руке, да? Да тут ничего нет. Здесь женщины в основном. Да. А здесь пока ничего. А какие женщины там в основном? Есть развратные. Есть не очень. Есть Фаина Георгиевна Ранецкая. Да, Фаина Георгиевна. Почему? Очень люблю ее. Да, серьезно? Конечно. Мой кумир из женщины. Это женщина-герой для меня. Но она очень сильная. Очень, очень, очень хороший человек. Мощность на самом деле. Плюс еще земляк. А, вот оно. Я все же наоборот. Теперь я услышал разгадку. Я услышал несколько разгадок для себя. Это был разговор один на один. Именно так называется последний, это же последний альбом. Крайний. Крайний альбом зверей. 6 июня вы сможете услышать концерт, на котором Рома и звери зажгут, как я надеюсь. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...